Привет, ребятки! С вами Вовкин и вы на канале Мультикекс. Продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Но сначала, ребятки, хочу передать спасибо и привет Ниджату Гахроманову. Вроде бы правильно прочитал. Вот, ребятки, этот парень очень мне помог. Помог в том, что дал мне дельный совет, как, оказывается, можно быстро набить уровень в этой игре, в Черепашки-ниндзя-легенды. Оказывается, можно не идти в бой, а жать на вот эту вот штучку и за эти телепорты-пропуски просто-напросто быстро набивать себе уровень. Представляете, вот я жму, и уровень увеличивается. Я этого раньше и не знал. Представляете, уже давненько играю в эту игру, но только вот вчера мне подсказали про это. И, ребятки, со своего 28 уровня я уже перепрыгнул на 42, представляете? И целыми днями сижу, тыкаю в эту кнопочку, потому что хочется, хочется набить 80 уровень. Смотрел я просто видосы других блогеров, и у них 80 уровень. И я думал, да как же они так долго? Они, наверное, думаю, сутками напролет сидят, играют в эту игру и набивают себе уровень. Я уже даже думал, может, нанять какого-то человека, чтобы он за меня сидел, проходил все бои, хоть даже на авто пускай ставят. Но просто некогда мне реально столько клацать. А вот, оказывается, можно вот так вот быстренько. Конечно, тоже время занимает, но все равно намного быстрее, чем если просто ходить в бой и там с кем-то мочиться. Вот так вот, ребята, вот такие вот пироги. И с этим своим 42-м теперешним уровнем я прошел уже очень много. Смотрите, у меня уже открытый, открытая глава 5, она у меня и была. Но я уже дошел до эпизода 12, до боссов. А еще, ребятки, смотрите, что, похвастаюсь немножко. У меня есть Рокстеди пятизвездочный. Вот он. Вот он, мужичок. Мужичок с ноготок. И, 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 и я по максимуму прокачал свою любимую команду. Это Рафаэль Видение, Донателло Видение. Кто еще? Леонардо Видение. И Стиранко, и Донателло Ролевой. Смотрите, у Стиранко у меня уже удар его первой, шестая ступень. Второй массовый, пятая ступень. Короче, по максимуму я их уже тут прокачиваю. Это просто капец. Но зато они теперь супер-мега бойцы. Смотрите, Донателло тоже удар топором. Атака топором тоже шестая ступень. В общем, всех по максимуму прокачиваю. И, ребятки, хочу показать вам еще один такой забавный уровень. Мне тут понравились бойцы, которые в этом уровне присутствуют. Посмотрите. Сейчас все увидите сами. Сам по себе уровень прикольный такой. Смотрите, ледяная какая-то пустыня. Кругом лед. Такое все отсвечивает от блески. В общем, прикольно. И вот такие вот есть персонажи. Синие, как я не знаю, гориллы какие-то. А у них вместо мозгов какие-то вон кренги сидят. Рулят ими, управляют, наверное. Дают им советы плохие, вредные. Что делать надо, что надо черепах бомбить. И вы посмотрите, ребятки, какие у этих синих обезьян будут удары. Смотрите. Бам-бам. Открываются его полупопия. И с них вылетают какие-то автоматы или что, пушки какие-то. И они ими стреляют. Представляете? Это, я не знаю, разработчики приколистые какие-то. Придумать же такое надо. Сейчас, может, еще увидим такую атаку. Но вряд ли, наверное. Ладно. Они там еще будут. Смотрите. Уровень шикарный. Не знаю, я такое не видел. Ребятки, может, вы-то, конечно, такие гориллы где-то видели. Смотрели, ну, когда, может, смотрели обзоры других блогеров на эту игру. Но я вчера просто в первый раз увидел. Думаю, надо снять, ребятам показать. Уж очень забавные бойцы. Так. Так. Ну, что у нас тут пока суть до дела? Бой идет, да? Ну, ребята, тут 42-й у меня левел. У них 40-й. Тут я вообще ничего не боюсь. Я увидел. Смотрите. Бам-бам. Пошел. Ну, что ж вы за такие беспардонные, бесцеремонные гориллы, да, ребята? Просто поворачиваются к нам задом и начинают пулять своими патронами. Какими-то пушки свои выставляют. Ну, просто прикол какой-то. Так, пора с вами заканчивать, ребята. Сейчас в этой серии хочу еще показать вам босса. Как я дошел до босса. Но, правда, тяжело мне. В общем, скорее всего я их не победю. Не победю. В общем, потому что там боссы уже 46-го уровня, ребята. Их двое. В общем, сейчас скоро все увидите. Сейчас этого быстренько добьем. Минус 1300 с чем-то. Это, ого. У меня раньше такого никогда не было. Ну, конечно, 42-й уровень. Что ж... Что же делать? Так, победа 3 звезды. Отлично. Что нам выпало? А уровень потихоньку набивается. Так, ребята. И давайте пойдем на босса. Вот он эпизод 12. 44-й, 46-й уровень. Ребята, это просто жесть. В общем, будут делать сейчас все возможное, чтобы победить. Посмотрим, в общем. Так, давайте, Лео. Стрелы к бою. Вот так вот. Они приуныли. Не все, правда, только половина. Так, зады к бою пошли. Они еще и лапками могут там что-то шебрушать. Так, атака от Донни Ролевого. Видите, ребята, 44-й уровень уже, конечно, посложнее. Но пока терпимо. Пока терпимо. Первая волна, думаю, пройдет без потерь. Я на это надеюсь. Без потерь. Ух ты, 1081 минус. Донни Ролевой, красава. Так, тут опять эта горилла. Задостреляющая горилла. Так, наверное, вот этот ударчик используем. Так, 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 так. Ладно, давай. Добьет стиранка. Нет, не добил. Жалко. Так, что вы там голосите? Оскорбляют. Ух ты! Самодобился. Представляете, ребята? Надо оскорбителя уничтожить. Вот так вот. Так, теперь вот этого давайте добьем. Таких мелких надо добивать. Мне так кажется, что потом уже обрушить всю мощь на самых крупнячков. А может, у меня неверная тактика? Эй, опять он стреляет. Хорош стрелять уже. Ты что, обалдел? Стиранка давай бьем этого, пока тот под защитой. Так, а теперь, теперь, теперь Лио. 240. Маловато, конечно. 764, это лучше. Так, ну Раф добьет. Раф добивает. И, ребята, сюрприз. Смотрите. Два босяры сейчас выйдет. Два вот этих монстра. Один как лава какой-то. А второй как мороженка розовая. По цвету пончик напоминает. Как поливают пончики. Розовой такой поливушкой. Опа-на! Смотрите. Бах-бах-бах. Вы поглядите, что они делают. Просто тот лавой. Выплеснул лаву и все. И бойцов нету. Все остался. Ах, уже его нету. Ребята, вы видели? Пять бойцов было. Практически у всех жизней было много. Все полные жизни. И вот эти два монстра просто-напросто пришибали, как маленькую мушку. Буквально за 7 секунд. Это просто капец. Ну, я не знаю. Придется мне, в общем, буду докат... Ага, так нельзя. Буду качаться дальше. Прокачиваться. Прокачиваться. Потому что, ну, не знаю. Мне кажется, чтобы победить этих монстров, нужно, наверное, быть уровнем 50-м, наверное, что ли. Как минимум. Может, 48-м. Ну, в общем, посмотрим. Ладно, на этом видео я заканчиваю. Ставьте лайки. Обязательно. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Не знаю. С друзьями. С подругами. Пусть они тоже посмотрят. Посмотрят. Заценят Вовкина. Вот так вот. Ну, и все. Пока-пока.